Мы про боёпик говорили о Сергее Михалкове, а вот представьте себе боёпик про Никиту Михалков. Кому бы вы доверили первое из ныне живущих снять эту ленту, и кого бы вы видели в роли Никиты Михалкова периода «Москва слезам не верит». Вот есть такая производственная необходимость, нужно обязательно решить. Это не анимация. Как только эта мысль, тобою предложенная, мною овладеет, надо съезжать в дом престарелых и заканчивать на этом свою карьеру. Я достаточно легко к себе отношусь. Опять же, как говорила мама, бери всегда от жизни чуть меньше, чем то, как тебе кажется, на что ты имеешь право. Как тебе кажется, на что ты имеешь право. Бери меньше. И это значит, то, что меня научила, чему меня научила мама, и чего я научила мои дети, судить о своей жизни, по жизни тех, кто живёт хуже, а не лучше. И она говорила, намного меньше проблем. Зависть – это страшная вещь, я согласен. Понимаешь, а так как зависть – это движущая сила зла, и как говорит Агафангел, владыка одесский, зависть – это скорбь по чужой радости, оскорбящего надо жалеть. И что ещё, зависть – это религия бездарных. Поэтому, так сказать, я, слава тебе, Господи, этого лишён, как и я лично. И я очень этому счастлив, потому что я представляю себе, как она разъедает человека. Но, с другой стороны, вот, допустим, доказывать, вот там пишут ложь, ну, ложь. Ну, я же понимаю, что бриллиантовые заводы, там ещё. И вот ты думаешь, опа, вот сейчас, вот первое желание, ну, опять вспоминаю маму, никогда не делай ничего того, что тебе хочется сделать сразу после того, как тебя оскорбили. Сделай паузу, придёт решение лучше. Бюст открыли папе, а маму вспоминаете чаще. Для того, чтобы эту беседу не назвали Лизаблюдской, надо задать какой-нибудь неприятный вопрос. Я подумаю на это. Лизаблюдской, с моей стороны, потому что я тебе. Нет, нет, исключительно с моей. Я такой вопрос придумаю к нашей следующей встрече. Спасибо. Спасибо.